Суммирование некоторых последовательностей. По ходу дела у нас возникло число стивлинга и некоторое, и я имею в виду еще. Давайте начнем с самой простой шума. Арифм. Выпишем такую сумму. 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 и так далее плюс 5. Просто сумма вверх нескольких праздников. Это известнейшая задача. Если рисовать, то картинка будет такая. Вот это 1, это 2, следующие 3 точки изображают у себя 3, следующие точки изображают у себя 4, следующие 5. Так называемое треугольное число. Давайте в какой-нибудь муниципе это обозначим. Давайте в какой-нибудь муниципе это обозначим. И сделаем очень простую шуму. К нашему треугольному числу прибавим его же само. Что это значит? Это значит, что мы берем вот такой вот треугольник и пририсовываем его рядом. Только здесь было вершины вверх, а сейчас мы перерисуем вершины вверх. Что у нас получится? На этом ряду 2 точки, как уже говорили. В следующем ряду 3. В следующем ряду у нас 4 точки. И в следующем, здесь в образе 5 точек. Ребята, у меня, может быть, на доске не очень ровно они стоят. Но, если нарисовать в точности, то будет красиво. Вы увидите, что у нас есть 2 треугольника. В одном из них x точек, в другом тоже x точек. А вместе эти 2 треугольника образовали такой вот провилограмм. Обратите внимание, сколько точек в нижнем ряду. 5 плюс 1. В следующем ряду 4 и 2. В следующем 3 и 3. Потом 2 и 4. Потом 1 и 5. В принципе, да. В любом случае это 6. А сколько рядов? 5. Соответственно, у нас получается ответ. 5 умножить на 6 и разделить на 2. Хорошо. Хорошо. В общем случае, понятно, что это n умножить на n плюс 1 и разделить на 2. Отлично. Давайте поймем, как, если не рисовать картинку, как мы могли еще по-другому тоже это самое объяснять. Ну, наверное, любитель алфебра сказал мне следующее. Напишем слогаемое в другом порядке. То есть здесь вот написано не в одном порядке, а внизу поймем то же самое, только в обратном порядке. Здесь будет n, следующее n минус 1, следующее n минус 2, n минус 3 и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и потом 2 и 1. Если вы сложите, то здесь получится 2х, а в каждом столбце одна и та же сумма, а именно n плюс 1. n слогаемое. Каждое равно числу n плюс 1. Значит, 2х n умножить на n плюс 1. И это получается наш альтер. Поскольку сегодня у нас эта величина будет встречаться много раз, давайте я сразу скажу, как вот эту штуку в математике обозначают короче. Это пишу n в возрастающей второй степени. Объясняю тебе. n во второй степени – это n умножить на n. n, скажем, в третьей степени, это n умножить на n… или n в возрастающей третьей степени – это n умножить на n плюс 1 умножить на n плюс 2. А, соответственно, n умывающий, третья степень, это n умножить на n-1 умножить на n-1. Как ни странно, очень часто такое тип выражения, и далеко не только с двойкой и с тройкой, математики встречаются, потребность перемножить несколько чисел идущих подряд возникает довольно часто. Давайте скажем, контрольный вопрос, что такое шестерка в убывающей пятой степени? Шестерка в убывающей пятой степени, это n умножить на 5, на 4, на 3 и на 2. Ну, эти все знают. 6, 24, 120, 720. Хорошо. А что такое единица в возрастающей пятой степени? 5 вкатериал. 1 умножить на 2, на 3, на 4 и на 5. Это, так называемое число 5 вкатериал, то есть 120. На самом деле, очень часто приходится использовать вот этот вот знак вкатериал, произведение всех натуральных чисел отъявляется туда. Но, понимаете, проблема в чем? n-катериал – это n в степени, в убывающей n-е степени. Это действительно очень часто нужно, но, ребята, проблема в том, что иногда бывает вот это выражение тоже. И писать это как n плюс 2 вкатериал делить на n минус 1 вкатериал, ну, конечно, можно, но согласитесь, что он для этого значения более короткое. Ничего умного в этом нет, это просто способ покороче записывать формулу. Отлично. Спасибо.